Этих четверых лосей засняли на дороге между Тумой и поселком Гузжелезный. Скорость у водителя небольшая, да и животные, заведев транспорт, тоже решили ретироваться с дороги. Обошлось, в общем, без происшествий. Что скорее, приятное исключение из правил, говорят в госавтоинспекции. С начала года в регионе уже зарегистрировано 4 ДТП, связанных с наездом на животных. Как итог, 5 человек получили травмы различной степени тяжести. 21 мая примерно в 4.10 утра на 380-м километре автодороги Москва-Челябинск 23-летний житель Республики Мордовия, управляя автомобилем «Лада», совершил наезд на дикое животное – лося. В результате происшествия водитель с различными травмами обращался за медицинской помощью. Лось – двухметровый гигант, который может весить больше полутонны. В мае, например, самки начинают отгонять от себя годовалых лосят. Другая причина выхода на дорогу – миграция, говорят биологи. Ходят лоси по определенному маршруту из года в год. И построенная дорога, например, никак на этот маршрут не влияет. Утром и в вечернее время необходимо использовать дальний свет. Лоси часто передвигаются в темноте, когда видимость плохая. Не используйте сигнал, если вы заметили животное на обочине. Лось может повести себя неадекватно и агрессивно. Проезжайте мимо, снизьте скорость. Об опасности предупреждает дорожный знак «Дикие животные». Он сигнализирует о том, что дальше будет опасный участок дороги, где возможен выход на проезжую часть диких животных. Водителю следует снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя. Наезд, столкновение и авария с участием лосей и других крупных животных в России приравнены к ДТП. Наказывать водителей за сбитых лосей может и Госавтоинспекция и Министерство природных ресурсов Российской Федерации.